С вами Владимир, а это значит путешествие выходного дня. Если вы вдруг находитесь в Латвии, в окрестностях Риги, то это еще один очень интересный и уникальный маршрут. Сейчас мы с вами оказались на кораблике. У нас есть собственный капитан, который проводит нам экскурсию. Шикарное начало дня. Как можем видеть, начинаем мы от Кокнусского замка. Кокнусский круинс. И милый экскурсовод рассказывает нам шикарную экскурсию, точнее историю. То есть буквально проплыв какое-то время, останавливаемся. И он на протяжении всего этого ролика будет нас информировать о достопримечательностях Кокнусы. Что такое Кокнусы? Ну, Кокнусы это, конечно, наверное, самое латышское место из всех латышских на сегодняшний день. Оно очень важно для нас и для того, чтобы прочувствовать Латвию. Это не лишнее место, где это можно сделать. Именно такой наш латышский дух. Находится в 100 километрах к востоку от Риги, на правом берегу Даугавы. Латышское название Кокнусы. Немецкое название Кокнусы. Есть также российское название. Тут все-таки была царская Россия в свое время. И российское название Дмитриев по имени Царевича. Ну, это небольшой исторический экскурс. А сейчас мы будем, наверное, любоваться нашими просторами, нашими водными ресурсами и шикарным транспортным средством. Это действительно очень удобное место. Можно выпить прокладительные напиточки, посидеть, послушать уникальную экскурсию. Капитаны очень милые ребята. Экскурсию проводят на латышском, русском, английском. Шутят, смеются. У них очень много информации с собой, исторического характера. Например, фотографии и прочие раритеты. Но особо, я смотрю, туристы это не волнует. У нас коротенький летний денечек, прекрасная погода. И хочется насладиться своей семьей чем-то уникальным, чем-то интересным. Поэтому мы отправляемся в Кокнусы, чего и вам желаем. И сейчас смотрите, как шикарно. Во-первых, дети все в жилеточках, все в безопасности. Бьем прокладительные напиточки и кайфуем. Надо немножко сказать, наверное, о компании, которой мы воспользовались. Это www.veganthe.lv Порядка 12 водных маршрутов экскурсии от 30 минут до 2 часов. А также свадьбы, нерождения, какие-либо семейные мероприятия. Все, можно позвонить по телефончику. Если кому интересно, плюс 371-28490667. Где-то в описании оставлю. А вдруг кому-то зайдет это замечательное путешествие. Не рекламы ради, а потому что моя семья получила большое удовольствие. И, собственно говоря, по традиции мы делимся этим удовольствием с вами. Вот те самые фотографии. Обратите внимание, как высоко был замок. Здесь был замок 400 лет назад, 1610 года. И на самом деле этот замок был на горе. Здесь был водопад. Здесь была православная церквушка. Здесь был костел. Здесь было целое село. Но в 1965 году из-за строительства водохранилища уровень Даугавы поднялся. И стоящий некогда замок на горе стал замком у самой воды. Сегодня его белые руины над водой являются, наверное, самым выразительным памятником средневековой истории Латвии. А сейчас на видео современный памятник. Стоимость данного памятника полмиллиона евро. И каждый камешек, который вы видите, символизирует душу латыша. И это наше латышское место, где в памятные дни для Латвии мы собираемся, каким-то образом его отмечаем. Об этом месте немного позже, потому что надо рассказывать немного больше и понять философию этого места. Именно поняв философию, вы поймете наш этнос, наш культурный латышский код. А он существует, но это история не одного ролика и история, наверное, которая будет в следующий раз. А здесь мы можем просто посмотреть, как это выглядит. Народ захотел поставить памятник своей идентичности. Он был, в принципе, построен на народные деньги, на пожертвования редких бизнесменов. И это очень приятно. Это очень приятно. Латвия не такая большая страна. Всего миллион семьсот населения. Преимущественно латышско- и русскоговорящая. Но нам хотелось бы сохранить свою принадлежность. И кокносто одно из таких маленьких мест, где у нас это возможно. То есть у тебя должно быть место, куда ты поедешь и прочувствуешь латвию. Вот кокносто одно из таких мест. Ну, помимо вот такой идеологии, это маршрут выходного дня. И когда тебе накипело за целый день, понаприлетало всяких проблем за неделю. Хочется плюнуть на все, отправиться в морское путешествие со своей супругой, со своими детьми. Хочется к чертовой матери отключить этот телефон и просто кайфовать. Из приятного то, что 45 минут по отличной дороге и ты в таком раю. Из приятного то, что здесь великолепный сервис. Это очень безопасные путешествия с очень интересными локациями. И пока мы выбрали первый маршрут, но у этой компании 12 маршрутов. И мы воспользуемся всеми ими, но в свое время. Мимо нас проплывает свадьба, ребят. Кто-то женится. У нас еще одной счастливой семьей стало больше. Давайте порадуемся за ребят. Они нам посигналили, видите, и капитан их. И мы им посигналили, и помахали ручками. И это же приятно, когда у кого-то сегодня еще один замечательный день. Ведутся работы по укреплению берега. Потому что здесь старинная церквушка, костел, католическ, брули Тюранский, 1610 года. В него тоже заскочим на минутку, но немного позже. Вот он, наш красавец-замок, который некогда был на горе. Принимал очертания острова, на котором был такой балтославянский замок. Его сожгли на его месте по приказу епископа Алберта. В тысячу, думайте, в 209 году был возведен немецкий замок Кокинггаус. Уже в 1210 году он отразил первое нападение ливов. Ливы – это еще одна народность на территории Латвии, которую мы, к сожалению, утратили. Когда-то это была могущественная часть нашего населения. В 1213 году они потерпели здесь поражение. И с тех самых времен этой части от нашего населения стало меньше, меньше, меньше. И он выродился, по-моему, до 200 человек на сегодняшний день, если не ошибаюсь. Также этот замок известен тем, что в 1556 году здесь происходили ключевые события знаменитой войны Кодюртов, предшествующих Ливонской войне. Настрадался замок, прилетало ему много. Сейчас его белоснежные руины сохранены. И теперь это романтическое место. Это кайф. Смотрите, как он выглядит с любой стороны. Фотографируйтесь вы внутри со своей второй половинкой. Проплываете ли вы вокруг него, летаете ли на коптере сверху. Он великолепен отовсюду. Это один из немногих готических замков, которому 400 лет. И он сохранился в таком состоянии до наших времен. Вокруг шикарные пейзажи. Можно также покататься на вот таком историческом корабле. Могу ошибаться, по-моему, называется Ливония. Могу ошибаться. И катание на таком корабле, по-моему, у человека 5 или 6 евро в районе двух часов. Вон еще один маленький кораблик, на котором сейчас проходит сваленное мероприятие. Много водных транспортов, включая супы, катамараны, лодки, водные мотоциклы и кому что угодно. Помимо всего, рыболовы меня слышат. Все рыбные рекорды, все, без исключения, были поставлены именно в этих местах. В этом году очередной рекорд. 110 килограммов ребята вытащили сама. 110 килограммов. Предыдущий рекорд был 96 килограммов. Он побит был в этом году. А год у нас, к слову сказать, только начался. Итак, мы входим в еще одну речушку. В Даугул впадает еще одна речка. Мы зашли в нее. Движемся. И навстречу нам катамаранчики, рыбаки и просто отдыхающие люди. Шикарное местечко называется Ранчо. Я когда принадлежала латвийскому политику, по-моему, Кална Озовцу. Но, как обычно, все латышское принадлежало либо российским баронам, либо немецким. Сейчас очередной предприниматель из России выкупил это замечательное место. И вы можете здесь с кайфом провести время. Я думаю, мы как-то туда тоже заскочим и обязательно сделаем обзор. Но места-то волшебные. Прежде всего нам, мужикам-то, с рыбалкой здесь повезло. Женщинам здесь можно позагорать, ходить по руинам, по скалам. Здесь пейзажненько. А детям здесь тоже будет чем заняться. Итак, наш кораблик делает разворот. Можем видеть, как отдыхают местные. И им, надо сказать, здесь повезло. Смотрите, старинные домики, усадьбы, которые можно снять от 50 до 120 евро в сутки. Или заняться тут же рыбалкой, пожить в волшебных местах. Или, например, снять вот такую баньку за 200 евро на 15 персон, что очень комфортно. Всегда вас ждет катерочек, лодочка, удочка и гид, которые покажут, где поймали того самого-сама на 110 килограмм. Здесь фактурная земля. Свадьба проплывает мимо нас. Что имею в виду фактурная? Здесь разные ландшафты. Высокие, низкие, доломитовые скалы, обрывы. И, ну, грех не запечатлеть себе, конечно же, здесь на память. Я имею в виду хорошее фото. Да и просто симпатично. Я не знаю, как бы вся депрессия, хандра за эти полтора часа путешествия как рукой. Здесь действительно романтично, действительно пейзажненько. Я очень рекомендую вам это путешествие выходного дня. Она не повредит вашему бюджету. Да вообще эти деньги будут называться инвестиции в семейное здоровье. Маршрут рекомендован как детям, ну, детям, семейным парам с детьми, взболтался, так и просто молодой парочке, которые планируют завести семью. Смотрите, какое шикарнейшее место мы нашли. Это тут же в Кокнесе. Вот это ресторан. Я был в таком шоке, потому что плюс ко всему я не только любитель архитектуры, а я любитель интересных ландшафтов. И здесь Кокнесская усадьба. К сожалению, у меня не хватило времени полностью ее пройти, но я еще раз говорю, я вернусь в Кокнесе для того, чтобы сделать обзор отдельно вот этого места. Начнем с того, что мы проголодались, и нас большая семья, и мы желаем кулинарных путешествий. И мы их получим немножко позже. А сейчас обойдем место вот этого ресторанчика. Позже я покажу его название. Это средневековый ресторан, которому более 250 лет. Здесь есть интересный пруд. Смотрите, как животные и птицы гуляют прям в близости от столиков, где обедают гости. Это уникальный парк с уникальным ландшафтом, которому тоже много лет, но он требует отдельного внимания. В следующий раз мы отправимся в путешествие по садам и усадьбе Кокнеса. Это будет отдельный шикарный ролик. Но это будет путешествие другого выходного дня. А сейчас небольшой анонс. Вдруг вы приедете сюда раньше, чем я сделаю следующий ролик. Посмотрите на это. Просто посмотрите, как это пахнет. Это не заброшка, это уникальный ландшафт. Разве эта дорожка не просит пройти глубже в парк и насладиться? Это настолько разные деревья, настолько разные запахи, ароматы. Световые локации. Вау, это настолько сладкие. Воздух, его можно есть ложкой. Мы заехали в ресторан покушать. Наедштесь вот этой красоты и этого воздуха вам будет достаточно. А кулинария будет просто в подарок. Возвращаемся к ресторану. Желудок все-таки зовет. Ну нет, надо пройти еще раз закусать и кайфануть. Это просто кайф. Я отсюда посмотрел кучу идей, которые хочу реализовать в своем доме. Вот этим мне и нравится путешествие. То, что помимо того, что ты отдохнул мозгами, ты приезжаешь с какими-то идеями. Смотрите, что они сделали со столбом, на котором обычно располагаются аисты. Они поставили туда бьюн, который шикарно обвил этот стол. На нем семья аистов расположилась. И поглядите, это выглядит как полноценное дерево. Блин, ну это же гениальная идея, молодцы. Это вход в усадьбу, которая была закрыта. И которая зовет, чтобы ее посетили. Но мы вернемся к нее в другой раз. Спешим к обеденному столику, потому что запахи не только ландшафта, но и ветчины раздаются вокруг. Мои хвостики любимые. Это жернов мельничный. Из него сделан вот такой столик, например. Для того, чтобы люди могли посидеть, уединиться и отдохнуть. Я уже молчу про то, как отделан фасад этой усадьбы. Обратили внимание, что это за отделка? То есть это тот же самый бутовый камень, отделанный ручную. Из известкового и штукатурного раствора. Ну, подобного фасада я не включал. А я же сам фасадчик, это строительство. Опять гуляем. И хозяева заботливо поставили таблички с названиями. Потому что ты видишь, вот это что? Это за куст? Можешь прочитать, как он называется. Как он пахнет. Ммм. Это шикарно. Это шикарно, я вам скажу. Я уже забыл, зачем мы ехали в Кокнессо. Не то замок посмотреть, не то на корабле поплавать, не то вкусно покушать, не то просто умереть от зависти, от того, какие у них ландшафты. Все в целом, это масса эмоций. Я уже забыл о своих проблемах, которые у меня были в течение всей недели. Рудольф называется ресторан. Так уж и быть. Внутри у нас не получилось покушать, но бог с ним. Интерьер выглядит примерно вот так. Прохладненько. По-рыцарски. Но в современном исполнении. Выходим на улицу. Обедаем на крытой террасе. И смотрим на порции. Средний чек, чтобы вы понимали, на одного человека 6,5 евро. Это детские блюда, они более маленькие. Есть блюда для дам, они более пикантные. И блюда для мужчин, те, которые с шашлычками. Те, которые с ребрышками. Надо сказать, я кайфанул от блюда. Я кайфанул от подачи, от вежливости и от чека. 6,5 евро нам обошлось на персону. Совершенно не ударило никак финансово. Это дополнительные эмоции. И это был маршрут выходного дня с Владимиром и его семьей. Ребята, не сидите дома. Латвия слишком прекрасна. И в моем арсенале более 130 маршрутов, которые на моем канале вы можете посмотреть с локациями, ценами. И насладиться самой позитивной страной Евросоюза Латвии. Биллсрундовский двоец. Наша кухня. Наш напиток. И лучшая строительная компания Бригада 1. Работает по всему миру. Латвийские строители так же хороши, как и Латвия. Семпаказа иллогвадимы.